Сегодня у меня в студии невероятный человек, прекрасный футболист, легенда одесского футбола, шоумен Артур Авагимян. Ну что, друзья, как я и сказал в этой студии сегодня, Артур Авагимян, очень рад тебя видеть, спасибо, что пришел. В двух словах расскажи, ну, во-первых, свои эмоции, когда я тебя пригласил, что ты чувствовал, типа, хотел ли ты поучаствовать, ну, в общем, когда я тебе первый раз написал такое. Написал ты довольно-таки давно, привет, забыл сказать. Написал ты давно, но твое смс я тогда не увидел, и после Илюхи Путри я зашел на твою страницу, и зашел в директ и увидел твое сообщение тогда. Да, ну вот сейчас мы уже в студии, все, ты все увидел, как говорится, все прощается, это не игнор. Вот мы уже в этой студии интервью сегодня говорим о твоей карьере, о всем, что происходит в украинском футболе, в медийном украинском футболе. Ты человек, который в своем лице, так сказать, объединяет не только футболиста, но и прекрасного шоумена, действительно, потому что ты всегда такой яркий, харизматичный, участвуешь в таких интерактивных видео, ну, вот как твой видос у Мухи, о котором мы сегодня тоже поговорим. Ну, давай начинать, ты готов? Да, давай. Поехали. Первый вопрос, естественно, мы поговорим о твоей карьере. Сейчас ты, если я правильно понимаю, выступаешь на правах аренды в Одесском Черноморце, все так? Да. Скажи, пожалуйста, вот тот момент, когда ты покидал Одессу, переходил в Александрию, тебя невероятно любят болельщики, любили, и твой уход, вот я еще два года назад, ходил на стадион, когда еще не занимался блогерством, твоя игра просто для меня была, это что-то невероятное. Я на тебя смотрел, и у меня счастье в глазах. Когда ты покидал Одессу, для меня, так же, как и для любого болельщика одесского футбола, это было больно, грустно. Почему это произошло, чье это решение, и почему именно Александрия? Мне тоже очень сложно дался этот переход, потому что я эмоционально привязался к городу, к болельщикам, к клубу, и мне тоже очень тяжело было переходить. На тот момент сложились такие обстоятельства, что клубу нужны были деньги. Александрия одна из немногих, кто платили за меня и хотели видеть у себя. Я встретился с руководством черноморца, и они сказали, что в их интересах меня продать. Ну, то есть это было не твое решение, грубо говоря. Но ты не готов был покидать Одессу? Или готов? Ну, на тот момент нет. На тот момент нет. Но все-таки трансфер состоялся, ты перешел в Александрию. Писали ли болельщики в Одессе? Да, очень много болельщиков писало, звонили. Было из-за этого еще тяжелее на душе, и первое время очень сложно давалось. Ну, вот ты перешел в Александрию. Вроде первое время инстаграмы были забиты твоим переходом. Сколько по официальным, так сказать, официальным источникам стоил твой приход? Если это не секрет. Честно, я... То есть сам даже не знаешь? Ну, тогда эту тему опускаем. Главное, что помог черноморцу на тот момент. Как-никак, это тоже помощь клубу. Ты перешел в Александрию первое время. Видно было, инстаграм, опять, как я повторился, был забит. Твоим трансфером, все такое. Но все-таки не могу сказать, что полноценно трансфер, так сказать, оправдался. Что произошло в Александрии? Почему ты там не заиграл? Первое время на сборах все было хорошо, когда я только перешел. Я забивал голы на сборах, был лучшим бомбардиром. Но потом случилась война в нашей стране. Да. И я сам из Мариуполя. И моя вся семья сидела в блокаде. Когда началась война, они не могли выехать. У нас не было связи с ними. И два месяца я не мог ни спать, ни есть, ничего. Да. И я очень был большой стресс у меня. И я тогда похудел где-то на килограмм 15-20, может, я даже не знаю. Оголеец. И я не был просто готов к футболу. Если в жизни непорядок, то на футбольном поле никогда ничего не получится. И в тот период я просто психологически поплыл и ждал какую-то поддержку от того же главного тренера. Я с ним ни разу индивидуально даже не поговорил. Хотя все знают, что я из Мариуполя. Ну да, это очень-очень тяжелая тема. И слышно сейчас, что тебе тяжело об этом говорить. Я тоже хотел говорить эту тему, Мариуполь. Но давай лучше, да, опустим эту тему. Мы сейчас услышали твое мнение. Вот ты говоришь насчет главного тренера. То, что вы не поговорили, ты ждал поддержки. Она не пошла. В первую очередь, ну, я считаю, что тренер должен быть не только тренером. Но и при этом, как говорится, отцом для своих игроков, с кем можно поделиться. Этого не было в Александрии. Абсолютно. И, честно, не было желания даже тренироваться. Выступать за этот клуб или под руководством именно этого тренера? Это будет непрофессионально. У меня все-таки был с ними контракт. И я старался от себя делать все, что мог, но каждый футболист хочет себе хорошего отношения и доверия. Тем более в такой ситуации. Я единственный, кто из Мариуполя, единственный, кто настолько сильно пострадал. Я не хочу говорить за себя. У каждого свои проблемы, конечно, из-за войны. Но просто на тот период мне было очень сложно. Я был без связи. Я не знал, мои родители живы или нет. У меня очень много друзей и родственников умерло. И моей семье просто повезло. Поэтому я считаю, что на тот период нужно было со мной поговорить. Спросить, как дела, где родители вообще. Или нужна мне какая-то помощь. То есть, кто был на тот момент главным тренером Александрия? Юрий Владимирович Гуру. И на этой почве произошел... Я так понимаю, что, грубо говоря, произошел конфликт между тобой и главным тренером? Нет. Не конфликта. Конфликта не было. Но именно на этой почве тебе, грубо говоря, у тебя пропало желание играть под руководством тренера. И, как я уже повторил, именно за этот клуб. Но ты сказал, что это не профессионально. Но все-таки морально это ударило. Нет. По мне просто ударило морально. У меня не было такого, что я не хотел. Я футбол люблю. И не было такого, что я на все опустил руки. Нет. Просто в психологическом плане я уже поплыл и не был готов. Ну, я понимаю. Ну, еще бы ты не любил футбол. Конечно, когда у тебя... Ну, я уверен, в Украине, тем более, здесь у тебя огромная фан-база конкретно у тебя. Это факт. Поэтому ты должен любить футбол. Я уверен, что ты любишь футбол. В общем, в Александрии у тебя, ну, откровенно говоря, не сложилось... Ну, нет, первое время ты говорил, да, забивал. Да, все было хорошо. Ну, и тренер меня звал в команду. Он и хотел меня видеть. И тут даже не укор ему. Он просто сам по себе такой человек. Он не то, что со мной не разварил, а с кем-то разварил. Нет, он просто сам по себе такой, но... Ну, в общем, я все прекрасно понимаю. Думаю, наши зрители тоже все прекрасно понимают. Тогда давай больше о хорошем. В Александрии не сложилось. И ты возвращаешься в Одесский Черноморец. Твое видео в Инстаграме, ну, на официальной страничке клуба. То, что ты вернулся. Витаю, Одесса. Дуже рады быть тут. Я повернулся до команды. И спильными зусилями сделаем все, чтобы команда, якомога больше, перемогала. Я думаю, я, как и все болельщики, прочувствовали невероятные эмоции. Артур Авагимян возвращается в Одессу. Тебя ждали все. Все под постами говорили, что он вернется. Мы тебя ждем. Это случилось. Ты сам, переходя в Александрию, думал, что ты вернешься? Хотел ты вернуться? Или ты не знал? Ну, не планировал? Я скажу, что хочу меня в Александрии не примут. У меня с ним два года контракта. Ну, давай так, ну... Я люблю Черноморец, люблю Одессу, люблю этих болельщиков. Я ценю отношение к себе. И, да, конечно, я привязан к этому клубу и городу. Хорошо, это твои эмоции, когда ты, ну как, получил предложение вернуться в Черноморец? Или тебе клуб сказал? Как ты отреагировал, когда ты первый раз вернулся в Одессу? Твои эмоции? Я был очень счастлив, потому что я понимал, что выбраться с того состояния, в котором я там находился, мне нужно поменять и нужно вернуться в Черноморец. Это было осознанное мое решение. И я благодарен Ротаню, что дал добро на этот переход. Мы с ним долго разговаривали. Ну, я ему как бы сказал, почему и из-за чего. И он меня понял, и я оказался в Одессе. Я очень рад был, когда приехал, увидел родную базу, стадион и радость людей. Морально помогло? Да, конечно. Это самое главное. Я за это тоже очень рад, потому что, ну, как я уже повторил, Одесса... Вот в последнее время, действительно, наверное, в Черноморце сейчас очень часто меняется состав. Менялся. Сейчас вроде утихомирилось. Вроде уже есть четкий состав. Григорчук вернулся, Роман Иосифович, чему тоже болельщики были невероятно рады. И ты действительно среди этой команды был звездой. Действительно, звезда. Это приятно, я думаю, когда тебя выделяют среди всей команды. А я уверен, что тебя выделяли именно болельщики. Это классно. Давай тогда еще такой момент. Вот возвращение в Одессу. Тот момент, я на всю жизнь запомнил твой гол. И если я не ошибаюсь, это как раз было Александрия. Си, Роналду. Обошел полкоманды. Твои вот в тот момент эмоции, вот когда тебя, боже, тебя просто разорвало тогда. Это по всем тоже тиктокам, инстаграмам ты повыкладывал. Чувствуешь ли ты вот сейчас эти эмоции или все-таки без болельщиков на стадионе сложнее вот в Одессе без болельщиков? Ну, болельщики есть, да, но их очень-очень мало. С болельщиками всегда лучше, конечно, ты играешь с двойным каким-то вдохновением. И очень жаль, что нет людей на стадионах. Но мы надеемся, это скоро закончится все, болельщики вернутся. Да, просто эмоции не те, даже когда голы забиваем, но не так сильно радуешься. Ну, некому к трибуну не побежать. Да, поэтому, конечно, это не хватает. Ну, я понимаю. Последний вопрос про Черноморец. Ну, и Александрию, соответственно, твои клубы. Твои планы сейчас? Вчера буквально закончился сезон. 3-0 победа над Харьковским Металистом. Планируешь ли ты оставаться в Черноморце? Или это зависит от Александрии, Черноморца, их связям? Там, знаешь ли ты, есть ли возможность полноценного перехода в Черноморец? Что вообще слышно? Твои, конкретно твои планы? Я разваривал с главным тренером. В Черноморце или? Да, да, с Черноморцем, с Андреем Арчаком. Да, мы пообщались. То, как он видит. Все равно у меня контракт с Александрией. И еще два года, и клуб будет решать, что будет дальше в любом случае. Поэтому на данный момент я не знаю, что будет. Ну вот сейчас вот сезон закончился. Ты пока в Одессе или уже будешь перебираться обратно в Александрию? Ну вот я не знаю пока. То есть до сих пор ты не знаю? Это может случиться в один момент. Тебе напишут, ты соберешь чемодан и, грубо говоря, и туда. Понятно. В общем, твоя карьера в Одессе, твоя карьера в Александрии, это все обсудили. Давай двигаться дальше. Друзья, ну и, конечно же, как мы могли обойтись без какого-то интерактива? Помните мяч, который разыграл Илья Путря? Сегодня Артур тоже нам кое-что приготовил. Вот, хочу подарить кому-то такую футболку. Твою именную? Да, Александрия. С прошлого, с этого сезона. Такой нашивкой. Слава Богу. Ну мы тут сблизи все покажем потом. Условия где? У тебя в Инстаграме. У меня в Инстаграме, ребят. Естественно, все условия. Переходим. А тебе большое спасибо. Найдем того счастливчика, который получит футболку Артура Авагимяна. Смотри, сейчас у нас будет еще такой, грубо говоря, мы будем сегодня не просто вот такие грустные темы. Надо чуть-чуть развеяться, более открытыми быть. Зрители, я уверен, этого ждут. Народ сегодня в гостях. Такой человек. Я думаю, это видео заслуживает вашего лайка, подписки. По-любому. Заслуживает? Ну понятно. Артура Авагимян. Ё-моё. В общем, давай еще один такой момент. Скажи, пожалуйста, вот мы обсудили твою карьеру, а сейчас я хочу поговорить про Григорчука Романа Иосифовича. Мы обсуждали это с Владом Наумцем, когда у меня было с ним интервью. Мы это обсуждали с Илюхой Путрией. Сейчас ты. Точно так же твое мнение, вот насколько он строгий тренер, человек, папа, можно и так сказать, общается ли он с вами. Но именно интересно по строгости. За опоздание, за невыполнение задач, за проигрыш, его реакция. Он очень дисциплинирован, он любит дисциплину и он очень не любит проигрывать. Но для него красивая игра все равно важнее. То есть он не хочет выиграть игру, стоять сзади всю игру и выиграть 1-0. Он от этого не получит удовольствия. И это прекрасно, я считаю. Да, поэтому как тренера Дагом только можно мечтать находиться в его команде, потому что мне как футболисту Атаки приятно играть именно в этот футбол, который он хочет. А вот конкретно, я же говорю, по строгости. Если опоздал, если не выполнил, если нарушил дисциплину, вот как ты говоришь, он любит дисциплину. Если как-то нарушил, вот, не знаю, пошел в клуб, что-то сделал, не предупредив, какая будет его реакция? Я думаю, негативная, но никто даже не рисковал, поэтому таких ситуаций у нас не было. Ага, то есть, ну, игроки я не могу... Ты можешь сказать, что игроки боятся игрочка? Или просто уважают его и поэтому не рискуют, так сказать? Или у вас клубы даже нет? Я думаю, что в целом поменялось уже... Поменялось сознание футболиста, уже нет как раньше такого. Сейчас уже практически те команды, где я нахожусь, нет такого, чтобы кто-то гулял, нарушал дисциплину. В отпуске, да, кто-то может, а так, чтобы в сезоне такого. Сейчас еще есть тренировки после сезона? Будет продолжаться? Нет, все отпуск, у всех выходные. Сейчас отпуск? Никаких игр, сборов, тренировок, все, отдых. Да. А если, допустим, позвонить Роману Иосифовичу или чтобы кто-то ему позвонил и сказал какую-то неприятную новость, допустим, что-то случилось, какая будет его реакция? Что именно? Ну, смотри, допустим, вот игрок, ты сейчас, допустим, на контракте, ну, как бы у тебя аренда, то есть ты игрок черноморца. И что-то случилось, ты там, не знаю, пошел куда-то в клуб, там, сломал ногу или что-то, вот как была ситуация с Мануэлем Нойером, он поехал в горы, там сломал ногу, там скандал начался сумасшедший. Какая была бы реакция Романа Иосифовича? Как ты думаешь? Ну, это был бы штраф, потому что у нас в контрактах у всех прописано, что нельзя заниматься какими-то опасными вещами во время отпуска, нельзя кататься на лыжах, на коньках и тому подобное, поэтому это в любом случае был бы штраф. А если бы вот ты что-то сделал, но, допустим, вот на коньках порезал ногу, допустим, ну, может, не сильно, но ты понимаешь, вот оно скоро заживет, надо как-то от Григорчука отмазаться, типа, получилось бы или ты не знаешь? Честно, без шансов. Он на тебя смотрит, он тебя сканирует. Я буквально после игры там чуть-чуть что-то, хотя тренировался хорошо, все было хорошо, он ко мне подходит и говорит, я вижу, что что-то не так. Говорит, я не говорю, что ты плохо тренируешься, нет, я вижу по твоему состоянию, что тебя что-то тревожит. Поэтому я думаю, что это не прошло бы. Такой вопрос. Кто у тебя самый близкий друг из Одесского Черноморца? Из состава? Вот давай, может, не самый близкий друг, может, у тебя их несколько, с кем ты хорошо думаешь. Кто бы тебя мог защитить, на кого ты можешь положиться на какой-то ситуации? Ну, смотри, я со многими там нашел общий язык. Ну, тем более, вы давно играете уже. Близко познакомился, да, сейчас с ребятами, которых не знал, но с Илюхой Путрием мы вместе с Мариуполя, потом вместе были в Шахтере, вместе потом в Черноморце. Если прям так надежно, то, наверное, да. Хорошо, а если мы сейчас сделаем такую ситуацию, интерактив, я надеюсь, ты не против поучаствовать, тем более Илья знает, хотя ты ему скидывал фотографию, что мы сейчас здесь. Вот это плохо, потому что я хотел сделать такой небольшой, ну, можно сказать, розыгрыш. Ну, я не знаю, можно проверить, может, он не прочитал. Смотри, если это Илья Путра, прочитал, сыграть, я хотел, когда с ним брал интервью, с тобой тебя типа разыграть, мы думали тоже тебе позвонить, что-то сыграть интерактив. Я хотел узнать, я не просто так спрашивал за Григорчука, за лучшего друга, мы хотели сделать звонок человеку, кто тебя точно защитит, и сыграть ситуацию, например, ты пошел вот на коньки, или где-то шел вот на интервью, споткнулся, упал гипс, там, что-то типа того, тебя надо отмазать от Григорчука. Не обязательно, чтобы он звонил Григорчуку, естественно, а то там еще и вы, и он получите вместе штраф, услышать его реакцию. Вот, есть ли еще кто-то, кроме Ильи? Люха, вы знаете, что сказал? Какая разница, ты все равно уже уходишь, а то ты максимум шоу, высказал. Серьезно? Он сказал, у тебя контракт закончился, какой Григорчук? Сказали, звони туда, в Александр Илья. А если позвонить все-таки, Люхе, сейчас сыграть какую-то ситуацию, как думаешь его реакция? Вот такая? Сто процентов. Ну давай прямо сейчас придумаем какую-то ситуацию и наберем его. Давай, ты не против? Могу попробовать. Я надеюсь, Илья тоже не против. Ребят, прямо сейчас будем звонить всеми вам известному уже человеку Илья Путря. Ребят, мы написали, написали Илья Путря. В общем, давай расскажем ситуацию перед тем, как мы наберем его. Давай расскажешь об этой ситуации ты, собственно, ты это очень смешно, рассказывай. Сейчас, я только, извини, перебью тебя, скажу, что с Григорчуком отмена. Ну, потому что Илья сказал, что... Ой, точнее, Абага сказал, что это без шанса, потому что с сегодняшнего дня Артур не... Слушай, слушайте, что он говорит. Стоп, стоп, стоп. К пенечке, к пенечке. Слушайте, он ебнутый. Слушай, я ему говорю, надо парить серьезно, а он говорит. Как нарды привезешь просто, я выйду. Серьезно? Ебать не пацал меня, привези нарды, привези нарды, блядь. Пацаны, в общем, такая ситуация. Мы не будем звонить Григорчу... Ну, насчет Григорчука. Мы будем звонить насчет интересной ситуации. Опять-таки, потому что с сегодняшнего дня, ну, со вчерашнего, Артур считается игроком Александрии. Все, контракт с черноморцем закончен. Рассказывай ситуацию. Илюха Путря дал мне нарды своего папы. И сказал, говорит, будь с ними аккуратен. Принес их даже мне в пакете. Говорит, только в пакетах переноси, чтобы не было царапин. Очень сильно за них переживает. И каждый день мне говорит, привези нарды, привези нарды. И только что мы это услышали, а ты писал руку о нарды? Я ему написал, надо серьезно поговорить. Я тебе сейчас наберу, а он мне отвечает, вот. Как нарды привезешь просто, я выйду и попиздим. Ну, то есть у него все мысли о нардах. В общем, ребят, сейчас мы сыграем такую ситуацию. Мы звоним Илье Путре и говорим, что Артур разъебал его нарды. Давайте попробуем. Узнаем его реакцию. Я думаю, раз ты, он просто ни о чем записал голосовой о нардах, это будет все. Я тоже думаю. Ну, давайте попробуем. Поближе к микрофону. Поехали. Мы все молчим. Алло. Да. Слышь, братан, короче, горбель такой случился. Я, короче, когда твои нарды машину уложил, я их уронил, они, блядь, разбились. Что делать? Это невозможно. Почему? Они сильно крутые, чтобы разъяснили, просто от удара. Братан. Они деревянные, блядь. Ну, развалились твои деревянные. Покажи. А? Покажи. Сейчас я тебе скину видео. Да, короче. Что делать, скажи мне, сколько они стоят? Не, я убрал, это что, правда, ебать? А? Да, уронил, братан, просто разлетелись, блядь. На куски причем, блядь. Ты думаешь, что я тебе вчера не завез их? Ты ж 10, дам, нормально будет? Хорошо. Если ты ж 10, дам, нормально будет? Немного дела, блядь. Ну да, блядь, не солидно. Пока. Ну давай. Что? Стой, подожди. Что ему говорить? Что говорить? Я не знаю, ты выключил? Нет, да, я выключил. Скажу ему, что все, это розыгрыш. То он сейчас умрет нахуй на месте. Илюха! Да? Да я тебя пранканул, не гони, я тут нашел просто. Я думал, ты сейчас умрешь, думаю, лучше признаюсь, блядь. Илюха, Илюха, все нормально, нарды живы, все свои. Юри, дуть, блядь. Давай, брат, обнял. Слушай, ну неизмежно, я правильно получил, что он, давай. Неизмежно, да? Я уже думал, что бать или вы. Давай. Давай. Так ты завезешь сегодня? Браво, 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 Атур, браво, Илюха Путря, молодцы. Не повырос сначала? Говорит, а ну покажи мне скейпфон. Мне больше понравилось, а ты тогда... Что, реально, правда, блядь? Говорит, да не в деньгах дело, блядь. Я вообще думал, что матика... Мне нравится то, что твоя любимая фраза вроде, это горбыль. Горбыль. Тут такой горбыль случился. Причем вообще в дребезге мне. Ребят, такой звонок Илья Путря и его нарды невероятные. Да, мы надеемся, что с ними все будет хорошо. Он довезет, ты довезешь в итоге до него. Надеюсь. Все будет хорошо, батя будет счастлив, он будет счастлив. Ну а мы, короче, двигаемся дальше. Блин, братан, я еще с Саней Дэмом очень хорошо общаюсь. И я не назвал его, сказал только за Илюху, кому я могу доверять. Не солидно. Я с ним, с Алексой, там, там. Санечка, ставь это видео, пожалуйста. Санечка, Дэмом. Так, и что еще хотел тебе сказать. Все пацаны топ в Черноморце. С Кузей каждый день играли в нарды, в Илюхины. Хороший пацан. Макс Белый. Очень смешной персонаж. Саня Гладкий, фазюнька легенькая. Дима неплохо. Короче, шо я всех перед железом. Все вот такие пацаны, реально. Достойные. Мы продолжаем. Артура Вагимян у меня в студии, я напоминаю. Сейчас мы переходим к медийному футболу. Это любимая тема моя. Потому что я все-таки как-никак частичка этой медиа Украины. Мы стараемся со всеми пацанами это развивать. Со всеми на связи. Ну и ты, по факту, небольшая, но тоже частичка этого медиа. Почему? Потому что ты уже принимал участие. И сегодня тоже у нас в студии принимаешь участие. Тот видос, правда или, как оно было? Правда или суровое наказание, я уже сам забыл. Этот перчик, этот невероятный, твой крик. Сейчас вставлю его, это вообще отдельная песня. Тихо, 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 тихо. Я не умру. Я не умру. Расскажи, как это было? Твоя вообще реакция, когда тебя пригласили? Твоя реакция, когда ты ел перец? Вообще, как муха? Ну, какой вклад он делает? Какой он человек? Все об этом видосе. Смотри, когда я его не знал до этого, я смотрел его тикток и видео, честно, не воспринимал его как нормального блогера, потому что выглядело все как-то, ну, не очень. Потом со временем он начал реально прибавлять. И когда он меня позвал, я согласился, я был в отпуске и пришел. Я не знал, что будет. Ну, это мы помним, этот мешок. Завели куда-то. Уровень реально у него подготовки, съемка. Он очень профессионально относится к своему делу и продумывает. Реально, молодец. Не ожидал. Ну, я как человек, который смотрит его, я ожидал, что это, как всегда, будет шоу. Он всегда делает мясо, реально. Но расскажи именно про то, как вы участвовали. Как вообще с этим мешком, этот перец, страшно ли было? Да, было страшно. Я думал, когда на меня надели этот мешок, я сразу представлял каких-то змей, каких-то тарантулов, еще что. Но я знал, что он чуть-чуть сумасшедший. Это есть, это есть. Не знал, что от него ожидать. Мухин, привет, если он посмотрит этот видос. Но было ужасно, реально. Это, ну, там был перец очень дикий. Страшно было. Да. Когда съел, все, Габелла? Там он по чуть-чуть дозированно поднимал все время градус. И, блин, в конце уже просто с ума сойти можно. Но ты в итоге выиграл. Ты в итоге выиграл в том видосе. И тебе вообще отдельный респект за то, что вы сделали. Твой подарок тогда был, это любой подарок в ЦУМе. Но деньги вы переслали ЗСУ. Я правильно понимаю. Это вообще, это браво, это респект. Это очень круто в наше время. Хорошо, давай еще тогда такой вопрос. Ну, не только Муха. Кого из блогеров знаешь лично? Если никого, кого смотришь? Из украинских, естественно. Дима Поворознюк нам приезжал в Черноморец сниматься. Я даже бегал с камерой, помогал ему, когда Григорьчука он снимал. Кто бы еще взял камеру, как не шоумен Артурова Гимнант? Вот его, тебя знаю, Дуча с Мухой снимает, Саню Коваля, мой друг. Ты тоже с ним дружишь? Да, да, да. Ну, мы с ним с детства знакомы. Я у него... А Илья Путря тоже с детства? Да, да. То есть у вас, грубо говоря, вы давно все очень знакомы? Да, да, да. Но он был в Шахтере, его отец Коваля меня тренировал в Шахтере. Поэтому мы очень давно знакомы. Я этого не знал. Это классно. Это круто. Мы очень давно знакомы. Скажи, пожалуйста, как ты считаешь, вот, учитывая данное положение, естественно, война, но, допустим, вот мы представляем, что очень скоро, дай бог, она заканчивается. Ну, или же вот за этот период, пока война. Какой шанс развивать медиафутбол, то есть уровень сделать матчи, медиакоманды, просто какие-то, вот как у нас сегодня, интервью, челленджи и так далее. Какой уровень вообще у нас в Украине, как ты можешь оценить? Хотел бы ты поучаствовать в подобных видео? И, ну, кто может это сделать? Нужны ли тут сумасшедшие деньги и так далее? Да, я думаю, изначально деньги не нужны. Деньги нужны будут потом, если приглашать каких-то медийных людей, может быть. Ну, как Артура Вагимана. Да не, ну, ты перегибаешь. Так, я думаю, что нужно делать, надо пробовать. Во многих странах уже это развито. В той же Испании, там, Агуэра уже... В Испании это вообще сумасшедший уровень. Да, люди полный стадион. Люди на Компноу полный стадион заполняют. Это вообще... Да. Поэтому, ну, нам тоже нужно поработать над инфраструктурой. Потому что, когда приезжаешь... Ну, не хочу никого обидеть, но когда ты приезжаешь в Мангулец, там нет травы и стадион просто... Да, про их стадион... Непонятный. Ты просто... Ну, люди не захотят смотреть эту картинку. Если вы хотите, чтобы люди любили футбол, нужно ровная трава, короткая, чтобы мяч телился, чтобы люди играли комбинированный футбол, ты мог обыграть футболиста, когда ты просто еле мяч не можешь принять, но... А хотел бы ты, чтобы, допустим, вот... Я обсуждал эту, ну, похожую тему с Ильей Путрией. Хотел бы ты, чтобы, допустим, может, не у каждого клуба, но, допустим, у тех, где ты играешь, конкретно в твоем клубе, был бы вот блогер, как это есть. Сейчас такие темы развивают, если я не ошибаюсь, ЛНЗ, Карпаты, РУХ. РУХ вообще это номер один сейчас в этом плане. Я хотел бы ты, чтобы вот был блогер, который бы помимо футбола делал вот такие вот... Ну, помимо профессиональных тренировок и так далее, вы бы немножко переключались и отвлекались на челленджи, там, поснимать какие-то тиктоки, что-то. И помимо того, что вы отдыхаете, это еще и привлекает зрителя. Допустим, вот видят, что там Черноморец, например, да, участвует в интерактивах, тиктоках и так далее, зритель может вернуться на стадион, потому что в последнее время, когда не было войны, зрителей было очень мало. Вот хотел бы ты, чтобы у команд появились блогеры. Ну, я думаю, это важно, это часть футбола. Опять же таки, во многих больших клубах и во всех странах это уже развито, и это для них нормально. Это у нас еще к этому не пришли, а тогда это для популяции футбола, клуба. Это имидж для того, чтобы у детей было больше желания играть в футбол, это нужно все время им показывать, как оно внутри клуба, чтобы они понимали, что такое футбол. Ну, то есть ты видишь такую картину? Да, почему нет? Ну, потому что вот я обсуждал это с Ильей, и сказал, хотел бы он, чтобы такой вот блогер появился в Черноморце. Он категорично на тот момент сказал нет. Может, если смотрел видео, он тогда сказал нет. Я сказал, почему? Ну, он говорит, что не хочет, чтобы пока многое протекало в сеть. Такое вот, например, как Дима Поворознюк снимает The Room. Не, ну, он, да, я считаю, это перегиб. Люди, да, смотрят, я понимаю, футболист, это все хорошо, но показывает то, что в раздевалке установка на игру. Делает из-за этого сериала. Не, это неправильно. То, что в раздевалке должно оставаться в раздевалке между игроками, даже нельзя там родителям лишнее сказать, чтобы это не пошло дальше. Поэтому я тоже считаю, что на счет такого нет, а так общей картины, то почему? А если, вот смотри, просто вот блогер, ну, как я уже сказал, челленджи, съемки, отвлечься немножко. Должны ли, допустим, за такое блогеры получать, типа, зарплату, естественно, от клуба? Или наоборот, и блогеры сами должны предлагать себя клубу? Ну, и должно ли быть такое? Ну, ты говоришь, что да, ты видишь такую картину. Ну, если он работает на клуб, то, конечно, ему клуб должен платить зарплату. Если это блогеры зне, то, ну, зарплату нет, но платить блогеру за то, чтобы снимать, нет. Тоже нет. Это, ну, как коммерческое, да, что-то. Ну, хорошо, тогда смотри, такой интересный вопрос, мы возвращаемся к медиафутболу. Вот представляем такую ситуацию. У нас в Украине развивается медиафутбол. Хорошо развивается, стреляет в один момент. Вот, допустим, становится популяризированным, как в Барселоне, в Испании. Люди приходят на стадионы, классно, у нас блогеров сотни. Все с большим количеством подписчиков. Представляем тебе, вот, допустим, там, 28-29 лет, там, через года два-три. Тебе предлагает украинский медиа-клуб перейти к себе. И предлагают зарплату выше, чем ты получаешь в украинской премьер-лиге. Ты бы перешел или остался в украинской премьер-лиге? Нет. Я бы остался в премьер-лиге. Я играю в футбол, мне деньги не мотивируют, на самом деле. Потому что прийти сюда с Александрией, я потерял в зарплате 50%, чтобы вернуться. Поэтому я просто люблю футбол. Мне неинтересно будет играть все время в медиа-лиге. Я бы пришел просто, поиграл бы, да, как бойц, да. В начале, даже мне не важно, когда это будет развито, нет, даже в самом начале. Просто помочь, если надо будет. То есть так ты бы не перешел, типа, как бы официально? Нет, ну, потом где-то в 35. Но если бы ты закончил карьеру с радостью, ну, да, 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 почему нет, да. То есть, ну, тем более, я же говорю, ты реально, ну, я тебя называю весь день сегодня шоумен. Ну, слушай, это так и есть. Ты, ты, короче, ты, это ты. Все, давайте не будем... Я думаю, да, если бы я взял бы камеру и был бы блогером, у вас бы шансов бы не было, вы все закончили бы. Ну, в общем, хорошо, давай двигаться дальше. Ты сейчас обосрал нас или что? Всех или как? Нет, это юмор. Ребят, Артура Вагимян, мы продолжаем. Так, ну и напоследок, в двух словах буквально поговорим о футболе на уровне национальных команд, национальные сборные. Ты хотел еще затронуть сборную Армении. И вот еще такой вопрос, смотри, у тебя в Википедии, в графе, везде молодежные команды, все из Украины. Все Украины, ну, и рожден ты в Украине. Да, в Мариуполе. В Мариуполе, да, мы это уже обсуждали. Тогда вопрос, ты поменял гражданство или вот почему Армения? Вот ты хотел затронуть сборную Армении. Ну, у меня корни армянские. Ну, понятно. У меня родители с Арменией, поэтому везде так пишут. Я думаю, они просто не знают. На самом деле у меня нету паспорта Армении. У меня паспорт, да, у меня паспорт только украинский. Да, везде так пишут, просто потому что догадываются, скорее всего. Ну, а ты за сборную, естественно, никогда Армении не играл? Нет, нет, никогда. А было предложение? Ну, до войны со мной связывались, когда там тренер был испанец еще. И они спрашивали, есть у меня желание получить паспорт, играть. В принципе, я сказал, что да, почему нет. Но? Потом уволили этого тренера. У нас в стране война. Там был временный тренер. Что-то обсуждали. Я с ними был все время на связи с федерацией. И они мне прислали приглашение. У нас в стране была война, я не мог выехать. Вот. А сейчас тренер Петраков. Ну, наш, украинский. И, ну, я не знаю, со мной никто не связывался. Петраков треирует в сборную Армении. Я этого, кстати, даже не знал. Где-то упустил этот факт. Где-то этот факт упустил. И я не знаю, я со мной никто не развалил оттуда. Вот. Поэтому, в принципе, у меня в посольстве, грубо говоря, лежит готовый паспорт. Я должен только расписаться. То есть, если бы сейчас поступило предложение, ты бы с радостью. Ну, потому что на сборной... Ну, да, сборная и сборная. В сборной Украине уже вряд ли вызовут... Это даже не то, чтобы вызовут сборную Украину. Армения моя все равно историческая страна. У меня кровь армянская, как бы я не хотел. Я очень сильно люблю Украину. И считаю себя украинским, украинцем, но... Но, если бы я уже говорил, если бы было предложение... Да. С радостью. Ну, естественно, там и национально... Армения играет на... Ну, как минимум на уровне отборов. Там, Евро-чемпионат мира. Ну, хорошо. Эту тему тоже обсудили. Ну, в общем, друзья, мы подходим к концу сегодняшнего интервью. Обсудите темы, мы обсудили. И напоследок мы поиграем. У меня в ТикТоке и во всех коротких видео Шортс, Рилс... Самой популярной рубрикой является «Угадай футболиста». И в стримах, и в видосах люди любят играть, любят участвовать. И почему бы не сыграть в эту игру с профессиональным футболистом? Давайте сегодня попробуем. Здесь 15 карточек, правильно? 15 карточек. Я сам не знаю, что здесь написано. Здесь могут быть все, что связано с футболом. Стадионы, судьи, ситуации. Допустим, может быть, там, вот эта ситуация, когда... Боже, я уже забыл, кто там футболист. Милана и Интра, помнишь, обнялись на фоне файеров. Вот эту ситуацию я должен... Футболисты, в общем, тренера, все это. Я должен буду тебе объяснить, не используя, естественно, эти слова, которые тут написаны. То есть, например, если тут будет, например, Реал Мадрид, я должен тебе рассказать, что это самый титулованный клуб мира, Испания, Тролли-Валли, твой любимый... У тебя любимый игрок Роналду, да? Да. Ну вот, играл величайший Криштиан Роналду. Ребят, ты готов? Да. Я тоже готов. Давайте начинать. Будет неограниченное количество времени, а вот то, за сколько ты угадаешь эти 15 карточек. Если какое-то ты не знаешь... Звонок другу есть? Звонок другу? Алло. Не, ну если хочешь, можно кому-то позвонить на... Алло, так. Окей, ребята, все готовы? Вы тоже будете участвовать в этой игре. Я не буду вам писать, кто это, напрягая мозг. Вдруг вы догадаетесь быстрее, чем Артур Авагимян. Мы начинаем, поехали. Артур, готов? Поехали. Судья полностью лысый, без волос, без бровей. Калина. Правильно. Невероятный футболист закончил карьеру вратаре в лучшей команде Германии. Какая лучшая команда Германии? Бавария. Вратарь легендарный. Кан? Правильно. Невероятный футболист, легендарный угловой против Барселоны. Кто подал? Легендарный угловой, 4-0. Лобановский? Нет, нет, нет. Против Барселоны, 4-0, Ливерпуль играл. Легендарный угловой. Все, понял. Кто подал? Кто подал? Арнольд. Да. Лобановский. Так, давай, давай, у тебя время. Блогер, ты знаком с детства. С детства? Коваль. Да. Сейчас посложнее. Футболист играет в команде АПЛ, которая сейчас заняла место в Лиге Чемпионов. Сенсация, кто? Нюкасл. Правильно. Правый нападающий. Боже, кто? Парагвайец вроде. Тяжелый. Там тяжело. Без шансов. Без шансов? Максимен, я только знаю. Хорошо, давай пока пропустим. Как называется тренировочная фишка по-другому, более высокая? Конус. Правильно. Футболист сейчас играет в Марселе, легендарный чилиец. Санчес. Правильно. Тренер твой, легенда, прямо сейчас. Григорчук. Правильно. Стадион самый невероятный. Болельщики лучшие, наверное, в мире. Желтый стадион. Черноморец. Барусия. Как стадион называется? Стадион Барусия. Иду на парк. Да, да, да. Сигнал Иду на парк. Футболист сейчас стоит за 100 миллионов. Молодой португалец, левый нападающий. Феликс? Нет. А, Лиао? Да. Господи, ой, брат, название с турнира в Англии второй кубок. Второй по значимости кубок, это сложное. Кубок Аглии? Фаакап что-то. Фаакап, а второй кубок лиги, как называется. Да, не знаю. Не знаю, окей, пропускаем. Чем ты играешь в футбол? Ногами. Нет, вещь белая, круглая. А, мяч. А когда он пробитый, он какой? Спущенный. Да. Спущенный мяч. Ты, блин, больной загадывает такое. Футболист, наш, с нашей земли левый защитник играет в АПЛ. А, прикольный. Да. Легендарный тренер Арсенала. Венгер. Да. Так, вот осталось, собственно, три, которые ты не угадал. Давай я... Один ты мне вопрос не задал. Да, ну, я клянусь, не знаю, чей это стадион. Я забыл, я забыл, чей это стадион. А ну, подсказка с зала. Милан играет. А, Сан-Сиро? По-другому. Интер. Вот, у Милана называется стадион Сан-Сиро. У Интера это... Джузепе Миад? Да. Ха, красавчик. Озорвал. Все, два, осталось два. Че порывается? Че не Максимен? Я хоть посмотрю, как его зовут этот тварь. А звонок другу? Да, он без шанса. Точно не порывается. Хорошо. Правый нападающий клуба Ньюкасл, если вы догадались, зрители, это был Альмирон. Правый нападающий. Знаешь? Не знаешь? Ну, наверное, знаешь, да, но сложно. А второе название Кубка Лиги называется Карабао Кап. Карабао. Ну, такая игра. Надо было еще, знаете, время засечь. Я тупанул, но время засечем на камере. Четыре минуты. Четыре минуты мы угадывали. Что-то долговато. Он читал. Он две минуты только на чтение. Спасибо, это было интересно. Спасибо. Ну что, друзья, это интервью подошло к концу. Каждый мой выпуск, последний особенно, растет в классе. И, естественно, интервью тоже выходит на новый уровень. Это было невероятно интересно. Со мной в студии Артур Авагимян. Тебе понравилось? Да. Интересно было? Очень, да. Спасибо тебе большое за то, что ты пришел. Ребят, сегодня вы узнали немножко больше о Черноморце, о Валександрии, о Григорчике, о том, насколько Артур Авагимян знает футболистов, названия клубов и арбитров. Ну и также, хочет ли Артур Авагимян играть за сборную Армении и медиа футбол. Спасибо тебе большое. Мы с тобой, если что, на связи. Я надеюсь, ты еще придешь ко мне на канал. С удовольствием. Не свалишь окончательно в Александрию. Мы тебя ждем всегда в Одессе. Всем спасибо за просмотр. Что все должны сделать, естественно, под этим видосом? Подписаться, поставить лайк. Да, тяжелый, наверное. Колокольчик, да? Самый тяжелый вопрос. Подписаться на меня обязательно. Ссылочка там. Ссылка на Артура Авагимяна в описании. Ребят, все соцсети внизу. Подписывайтесь. С вами был Смакула. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok